Здравствуйте! В эфире программа «Середина земли». О новостях при Ангаре жителям Бурятии готовы рассказать журналисты телекомпании «АЭСТ» в студии Илона Сумина. Иркутские полицейские сегодня отправились в свой первый рейд по выявлению нарушителей закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Он вступил в силу 15 ноября. О том, почему нужно срочно расставаться с вредной привычкой курить в неположенных местах, расскажет Артур Харламов. Вот же и урны все надо делать. С водичковой, блядь, нельзя курить. Курильщик негодует. Он утверждает, что закон не нарушал. Сотрудники патрульно-постовой службы Сергей Шадрин и Алексей Шигаев с этим не спорят. Но предупреждают гражданина о том, что нужно отвыкать курить в общественных местах. Скоро это будет считаться административным правонарушением. Меж тем, с 15 ноября уже действует федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, который запрещает курить в том числе возле медучреждений. Крыльцо третьей клинической больницы. Факт административного проступка налицо. 15 метров от больницы. Я вам поясняю. Этот молодой человек курил на остановке «Партизанская». Попытка избавиться от ВИЧ-дока не спасает его от штрафа. Нарушители отводят в опорный пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении. Максимальный размер штрафа – полторы тысячи рублей. Но для начала курильщика накажут по минимуму на 500 рублей. Составлять протоколы могут сотрудники участковой и полномоченной полиции, сотрудники дежурных частей, а также сотрудники Центра исполнения административного законодательства. Согласно закону, запрещено курить на остановках общественного транспорта рядом с учреждениями здравоохранения, образовательными учреждениями, в подъездах жилых домов. То есть курение разрешено только в специально отведенных для этого местах. Введение нынешних санкций – это только начало. Курильщикам нужно быть готовым к ужесточению законодательства в этой сфере. Начиная с 1 июня 2014 года, любителям подымить будет заказан путь с сигаретой на свои рабочие места в закрытых помещениях, а также в заведения общепита, гостиницы и рынки. Кроме того, курение будет запрещено во всех видах общественного транспорта, включая поезда дальнего следования и корабли. Артур Харламов, Константин Синицын. Новости сейчас. На финансирование дошкольного образования в 2014 году в Приангаре планируется потратить почти 7,5 миллиардов рублей. На 7% больше, чем в 2013. Об этом сообщила министр финансов Иркутской области Наталья Бояринова на совещании, где обсуждался предстоящий переход дошкольных учреждений региона на областное финансирование. Участники встречи, в частности, поднимали вопросы сохранения уровня зарплаты и количества штатных единиц в учреждениях. Как пояснила заместитель министра образования региона Елена Осипова, в настоящее время профильное ведомство проводит мониторинг штатных расписаний. Муниципалитетам рекомендовано исключить штатные единицы, без которых можно обойтись. Не секрет для каждого работника педагогического дошкольного образования, что фонд оплаты труда формируется на сегодня по нормативно-по душевому принципу. И за каждым ребенком идет определенная сумма. Если коллеги согласны делить эту сумму на трех воспитателей и получать более низкую заработную плату, то в таком случае право формирования штатного расписания остается за образовательной организацией. На совещании было отмечено, что в отличие от некоторых субъектов федерации, в Приангаре по решению губернатора Иркутской области финансирование из регионального бюджета получат все категории работников детских садов. А в течение следующего года возможно выделение дополнительных средств на повышение заработной платы педагогам дошкольных учреждений. Те, кто считает, что нового года ждать слишком долго, в принципе могут начинать праздновать. Повод есть. Сегодняшний день считается официальным днем рождения Деда Мороза. Правда, неизвестен точный возраст главного героя. Но это и не важно. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ну, здравствуй, дорогой костюм. Здравствуй, костюм Деда Мороза. Но ты меня целый год ждал. Ну-ка, давай-ка примерим. Ну-ка, вспомнишь ты меня или нет? 360 дней в году. Валерий Кирюнин – ведущий специалист по театральному жанру в Иркутском Доме народного творчества. На несколько дней новогодних праздников перевоплощается в Деда Мороза. Первый раз сказочным дедом он стал лет в 14 на новогодней елке в Доме пионеров. И с тех пор, вот уже более полувека, он – Дед Мороз. Самый настоящий, с самой настоящей бородой. Интересно. Это же так интересно. Это вообще побывать в Новом году не вот где-то не в кружочке, не вокруг елки. А вот кто заводит всё это, кто приносит праздник ребятам, кто, и знаешь, что ждут, ждут меня Деда Мороза, ждут и верят, как я в своё время верил, что Дед Мороз существует. Вообще должна быть у человека вера в чудо, вера в сказку. Ещё один ведущий специалист этого же Дома народного творчества, но уже по хоровому жанру – Дарья Воронина. В отличие от коллеги опытного Деда Мороза, она – Снегурочка, начинающая. В этом году у неё состоится дебют, пока под руководством старшего товарища намечает общий рисунок роли. Снегурочка – это внучка Деда Мороза, и она помогает дедушке в его действии. Этому творческому тандему через полтора месяца предстоит хорошо потрудиться, а пока нужно, что называется, спеца. Сегодняшний день для первой репетиции выбран не зря. 18 ноября считается официально в днём рождения Деда Мороза. В этот день в его родной город, Великий Устюг, приходят первые морозы. Артур Харламов, Любовь Фефилова, Николай Крупченко. Новости сейчас. Педагог дополнительного образования из Читы победила во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям», прошедшим в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом расскажет моя коллега из телекомпании «Альтез» Марина Кузнецова. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Илона. Маргарита Болотова стала лучшей из 12 конкурсантов из разных регионов России. Руководители за студией с работой «Я рисую мир» победила в номинации «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». А теперь к другим темам. Забайкальские животноводы готовятся к самому сложному и ответственному периоду – зимовке скота. Тему номер один в аграрной отрасли накануне обсудили в поселке Борзя, куда на традиционное зональное совещание приехали представители семи муниципальных районов юго-востока края. Тему продолжит Светлана Тулунова. В хозяйстве Николая Чемусова к зиме практически готовы. Три тонны сена и две тысячи тонн зеленки развезены по стоянкам и аккуратно уложены в стога. Непривычно теплая осень в этом году дала чуть больше времени для сборов. К сожалению, выпавший еще в сентябре снег испортил урожай зерновых, на которые здесь очень рассчитывали. Пока было тепло, справились с летним топливом дизельным. Зимнего топлива нет сейчас, и буквально если через 2-3 дня будет минус 20, то технику уже ходить не будет. Урон большой, но не уже снегопад нам. Вы знаете, в сентябре месяце у нас зерновые практически пропали, все погибли. Крестьянско-фермерское хозяйство Чинам, раскинувшееся на просторах местных степей, сегодня насчитывает 944 головы крупного рогатого скота, 390 лошадей, 13 верблюдов и почти 3,5 тысячи советских шерстяных коз. В следующем году хозяйство надеется получить статус племенного предприятия, поэтому эту зимовку просто необходимо пройти без потерь и болезней. В целом же Борзинский район к зиме практически готов. Ситуация здесь одна из самых благоприятных. К сожалению, многие районы до сих пор не могут похвастаться стопроцентной готовностью. Всего же в этом году, по последним данным, зимовать будут 523 тысячи условных голов скота. На каждую из них заготовлено порядка 13 центнеров корма, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Однако наверстать упущено еще есть время. Так, например, в Приоргунском районе из-за погодных капризов все еще продолжается заготовка кормов. Мы очень поздно закончили в этом году уборку зерновых. Причиной это были погодные условия летом, которые оттянули сроки уборки зерновых. А также то, что у нас на сегодняшний день как ни печально не хватает кадров на селе, трактористов, водителей. То есть изношенная техника, все это повлияло на то, что уборка у нас продолжалась в течение двух месяцев. Еще одна беда, с которой в этом году столкнулись Приоргунский, Колганский и Краснокаменский районы, это вспышки ящура, значительно выкосившие поголовье крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства Забайкальского края Виктор Якимов на совещании отметил, что эти районы взяты под особый контроль. Также здесь приняты все необходимые меры по ликвидации болезней. Что касается информации, которую мы бы хотели услышать от руководителей сельхозпредприятий и специалистов, безусловно, их готовность к проведению зимовки, безусловно, порекомендовать им организованно проводить данное мероприятие, полноценное сбалансированное кормление, провести целенаправленную работу по ситуации именно профилактических мероприятий, по оздоровлению ситуации именно по ветеринарно-санитарным нормам. Светлана Тулунова, Сергей Рычков, Время новостей. Камуфляж и темно-синяя фуражка вместо школьной формы. Накануне в Краевом доме офицеров приняли присягу более 65-ти классников Краевой детской школы-интерната. О первых шагах будущих офицеров в сюжете Анастасии Новгородовой. На полтора часа зал военно-исторического музея Дома офицеров превратился в настоящий плац. На церемонии посвящения в кадеты все строго, как на присяге в армии. Отглаженная форма, начищенная обувь. Следить за внешним видом юных кадетов учили целых три месяца. Со строевой подготовкой у некоторых еще проблемы. Но во время изучения школьных предметов ребятам предстоит постигать и азы начальной военной подготовки. Тяжелые будни еще впереди, а пока волнение, улыбки родителей и вспышки фотоаппаратов. Добровольно вступая в ряды российских кадетов, присягаю и торжественно клянусь. Добросовестно и самоотверженно служить моему отечеству. Дорожить честью российского кадета именем кадетской школы. Встать в строй. Ты волнуешься перед присягом? Конечно, очень волнуюсь. Это очень ответственный момент, волнительный. Главное сейчас не опозориться. Почему ты решил стать кадетом? У меня мечта такая, офицером быть, в армии служить, моряком почувствовать. В этот день в ряды кадетов вступили больше 60 ребят. Каждый из них произнес клятву перед одноклассниками, офицерами, родителями и в первую очередь перед самими собой. С волнованными голосами они обещали быть образцом в учебе и поведении, честными и верными товарищами, воспитывать в себе лучше человеческие качества, жить, учиться, творить и работать всегда и везде во славу страны. Я горжусь, что я приняла присягу. Даже, ну, немного волнения было, но все равно я преодолела этот путь. А вот из слов присяги, какие для тебя слова самые-самые значимые? Служить своему отечеству, дорожить честью российского кадета именем кадетской школы. Это у них, получается, своеобразная клятва, чтобы они учились хорошо, чтобы дисциплину держали. То есть мы их настраиваем на учебу и на дисциплину. Престиж в военной профессии, он возвращается обратно же. То есть многие из них мечтают поступить в военное училище и дальше продолжить свою карьеру. Как оказалось, этот день стал особенным не только для самих пятиклассников. Родители ребят с гордостью смотрели на своих юных кадетов. Говорят, что дети как будто на глазах выросли. Это дети непростые, дети будущие нашей России. Поэтому это очень ответственно, волнительно. Но кем мы будем в будущем, мы еще пока не знаем, мы еще очень маленькие. Но я думаю, что мы восполним ряды защитников Отечества нашей страны. Анастасия Новгородова, Валерий Широков. Время новостей. Японские неправительственные организации передали посольству Монголии в Японии 830 тысяч йен или около 270 тысяч рублей для поддержки монгольской культуры, а также пропаганды традиционной монгольской письменности. Другие подробности расскажет ведущий программы новостей телекомпании «Аист Монголия» Монгбайяр Энхболт. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, Марина. Посол Монголии выразил благодарность дарителям и ознакомил их с мерами по развитию монгольской культуры и искусств. Кроме того, он сообщил, что деньги пойдут на организацию выставки монгольской каллиграфии в Японии. А теперь к другим новостям столицы. О них жителям Бурятия расскажут корреспонденты новостей Энна Цакт и я, Монгбайяр Энхболт. У монгольских дзюдоистов, которые чаще других спортсменов привозят в Монголии медали с различных соревнований, появится свой спорткомплекс. Сегодня был заложен фундамент дворца дзюдо. Подробности у нашего корреспондента. Монгольский дворец дзюдо будет построен на территории 26-го Харона, района Бэнзурх, неподалеку от Национального парка отдыха. Спортивный комплекс будет состоять из 12-этажного офисного здания, гостиницы для спортсменов, фитнес-клуба, спортивного зала на тысячу мест с четырьмя татами, бассейном, медицинским и обучающим центрами. В зале, кроме проведения турниров под дзюдо, будет открыт фитнес-клуб. Его площадь составит 2000 квадратных метров. Также в комплексе будут установлены профессиональные беговые дорожки, массажные кабинеты для спортсменов. В церемонии закладки фундамента спорткомплекса участвовали представители федерации «Заслуженные спортсмены страны». Чтобы построить дворец дзюдо, требуется 17 миллиардов тугриков. Члены федерации планируют создать этот спорткомплекс с помощью пожертвований от граждан, которые поддерживают развитие дзюдо. За финансовый вопрос отвечает только наша федерация. Из госбюджета никакого финансирования не поступает. Надеемся на поддержку монгольских граждан, которые неравнодушны к дзюдо. Хочу обратиться к народу. Любой ваш клад значительно поможет развитию данного вида спорта. С вводом в эксплуатацию дворца появится возможность обучения дзюдо от 2000 до 3000 детей. В общежитии комплекса смогут проживать от 40 до 50 детей-займаков. Также во дворце можно будет организовывать международные соревнования и турниры. Будут созданы благоприятные условия для работы приглашенным известным тренером и спортсменом. Общая площадь комплекса составит 7 тысяч квадратных метров. Площадь самого дворца – 4 тысячи квадратных метров. По проекту здесь решены все вопросы, связанные с автостоянкой и гаражом. Планируется, что дворец будет сдан в эксплуатацию уже через год. В галерее Блюмон открылась выставка «Картины и скульптур». В числе первых зрителей была и наша съемочная группа. Гонцух уже 16 лет занимается изобразительным искусством, первые три из которых он увлекался художественной резьбой, затем стал рисовать. В этой экспозиции представлена его картина «На дом в Самоне». В своих произведениях Гонцух в основном изображает природу и лошадей. Недавно он начал писать научную работу, в которой со своей точки зрения хочет объяснить монгольское мышление. «Что такое монгольское мышление, мы все знаем, но никто не может точно его описать, как-то систематизировать этот вопрос. В частности, меня интересует монгольское мышление в национальном изобразительном искусстве. Хочу эту тему поднять на научно-исследовательский уровень». Арт-галерея Блюмун организует серию выставок, в рамках которых определяются лучшие работы монгольских художников. Уже прошли экспозиции в стиле модерн, инсталляции, традиционная живопись и каллиграфия. В этот раз из 60 работ Совет Искусства выбрал 40. «Наше требование, чтобы в экспозиции выставлялись работы только профессионалов. Некоторые работы были возвращены, потому что не подходили объявленной тематике». Во время открытия выставки Совет Галереи совместно с посетителями выбрал пять лучших работ, среди которых затем определили победителя. Им стал скульптор Ачерболден Сетер. Он получил право стать членом арт-галереи Блюмун и провести персональную выставку в следующем году. Халиун, Аист, Монголия. Это были новости Монголии. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты СССР из Пекина. Новые демографические послабления в стране. Согласно постановлению Пленума ЦК Компартии Китая, двух детей можно будет заводить семьям, в которых хотя бы один родитель сам является единственным ребенком. Сейчас это требование предъявляется к обоим. Несмотря на смягчение госконтроля, эксперты не ждут демографического всплеска в Китае. О тенденциях в этой сфере расскажет наш корреспондент. Смягчение политики властей основано на научных данных. Социологи предостерегают старение населения. Всекитайская перепись 2010 года показала, что коэффициент рождаемости в стране колеблется между 1,5 и 1,6. А для обеспечения сбалансированного социально-экономического развития Китаю необходимо поддерживать этот показатель на уровне 1,8. Это позволит избежать резкого увеличения доли пожилых в населении страны. Изменения в политике получили одобрение со стороны граждан. Изменения не приведут к бэби-буму. Как считают специалисты, стремительный социальный прогресс изменил традиционную склонность китайских семей к многодетности. Ведь сегодня обеспечение и образование ребенка требует куда больших материальных затрат. Новая политика улучшит демографическую ситуацию. Отношение самих китайцев к этому вопросу тоже изменится. Раньше люди просто хотели иметь больше детей, но сегодня ситуация изменилась. Из-за экономического давления многие рожают только одного. Мнение экспертов подтверждает статистика властей. По сообщению Государственного комитета по делам здравоохранения, планового деторождения из 10 миллионов семей правом иметь второго ребенка воспользуется не более 60%. Появление 6 миллионов дополнительных граждан не станет нагрузкой для общества, а наоборот замедлит стремительное старение населения. В Китае 200 миллионов пожилых людей. Это более 14% от общей численности. Ослабление политики рождаемости поможет снизить тенденцию старения. И самое главное, будет модернизирована система социального обеспечения и ухода за престарелыми. В результате действия политики ограничения рождаемости только в 2012 году трудоспособное население Китая сократилось на 3,5 миллиона человек. По прогнозам демографов, к концу этого десятилетия эта цифра снизится еще примерно на 29 миллионов. Уже сейчас на многих предприятиях отмечается нехватка рабочих рук. Специалисты обещают, что значение реформы для долгосрочного сбалансированного развития населения в Китае мы сможем оценить уже в ближайшие 15 лет. Лиджитя, СиСиТиВи В Китае широко обсуждают намерение правительства смягчить принцип «одна семья, один ребенок». Эта инициатива может изменить жизненные планы сотни миллионов человек. По итогам реформы два ребенка можно будет заводить семьям, в которых хотя бы один родитель не имеет ни братьев, ни сестер. Чтобы выяснить мнение простых китайцев, наши корреспонденты отправились в Хэнань, самую населенную провинцию страны. К послаблению демографической политики там отнеслись довольно неоднозначно. 31-летняя Улей стала мамой два года назад, и рождение сына она считает главным событием своей жизни. Правда, с самого детства она надеялась, что у нее будет два ребенка, да и в последнее время не раз думала, что будь ее сыном брат или сестра, жизнь сложилась бы еще лучше. Но планы и намерения так и не воплотились на практике. Муж Улей был не единственным ребенком своих родителей, и поэтому молодожены изначально были ограничены принципом «одна семья, один ребенок». После третьего пленума ситуация резко изменилась. Я родилась в 80-х. У меня, как и у многих из того поколения, нет ни сестер, ни братьев. Нам досталась вся любовь и внимание родителей. В таких условиях трудно не стать эгоистом. Надеюсь, что мой сын, если у нас появится второй ребенок, научится делиться и поймет, что такое ответственность. Еще одной жительницей Дженчжоу, 36-летний Ван Сяобо, реформа также позволит завести второго ребенка. Но делать этого она не собирается. Говорит, что поставить сына или дочь на ноги теперь слишком накладно. Мы – самая обычная семья, оба работаем. Я несу большую ответственность за своего сына, стараюсь достойно его воспитать и дать ему хорошее образование. Для нас было бы сложно поставить на ноги второго ребенка, хотя я рада, что такая возможность у меня появилась хотя бы в теории. В Хэнанье живут больше 120 миллионов человек. Это самая населенная провинция Китая. Изменения в семейной политике местная администрация, как правило, принимать не спешит. В конце позапрошлого года Хэнань стала последним регионом Китая, который разрешил живущим в нем семьям иметь больше одного ребенка, если оба родителя были единственными детьми в своих семьях. Поэтому многие сейчас полагают, что реформу третьего пленума в этой провинции тоже могут принять с большим опозданием. Нет никаких железных сроков по запуску этой инициативы в масштабах всей страны. Каждая провинция и регион будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Иметь детей – это естественное право любого человека, поэтому новые правила должны вступить в силу одновременно и на всей территории страны. В будущем каждая семья сможет заводить двоих детей, но не больше. Это решит и проблему контроля рождаемости, и проблему старения населения. Из-за ввода демографической политики в 70-х годах прошлого века Китай смог снизить показатели рождаемости почти в три раза и успешно предотвратить неконтролируемый рост населения. Это обстоятельство в лучшую сторону отразилось на экологии, а также снизило нагрузку на ресурсную базу. Но сегодня страна столкнулась с новыми вызовами, прежде всего старением населения. Количество трудоспособных граждан начинает резко снижаться из года в год, а число зависимых от системы соцподдержки растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Послабление принципа «одна семья, один ребенок» обсуждалось уже давно, но по большей части на кухнях, а не во властных кабинетах. Поэтому новость о грядущих переменах демографической политики стала сенсацией. Даже те, кто не планирует заводить второго ребенка, рады такой возможности. В конце концов, передумать не поздно, а право теперь есть. Цичунь на СиСиТиви. Ну что ж, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.